12 команд-участниц, представляющих средства массовой информации города Бреста, выступили в первом турнире по питанку. Инициативу организаторов, открытого акционерного общества «Белалка», заложивших новую традицию в областном центре, поддержали на ура. К соревнованию готовились заблаговременно и тщательно. Очень уж хотелось достойно представить свой канал, издание или интернет-ресурс. И, конечно, проверить силы в спорте, о котором ранее даже не знали. Брест, к моему большому сожалению, наверное, последний в республике город, где этот вид спорта абсолютно не развит. Хотя мы находимся на границе. Парадокс. На наш взгляд, это самый социально адаптированный вид спорта. Почему? Потому что для игры в питанк требуется всего ничего. Ровная грунтовая площадка и набор металлических шаров, цена которому ориентировочно 500 тысяч. Играть может и старый млад, начиная от 5 и до 105 лет. Казалось бы, ничего сложного. Условия игры весьма просты. Для команды участников поочередные броски металлических шаров весом порядка 1 килограмма. Основное требование – не отрывать пятки от земли. Цель – положить свой шар максимально близко к маленькому деревянному. Однако это только на первый взгляд незамысловатые задачи. На деле все иначе. Опытные игроки знают, что итог спортивной борьбы может быть самым непредсказуемым. Азарт на площадке турнира по питанку был ощутим. Эмоции зашкаливали. В процессе подготовки представители пишущие и снимающие братья подобрались опыта, но и этот факт не давал никаких гарантий к победе. Тем и интересен оказался кубок как для участников, так и для наблюдающих. Мышечная память, глазомер и командная игра. Хотя играют по три человека, но очень важен командный дух. Точность и, повторюсь, мышечная память. Распределение обязанностей в команде. Игра. И интересно, что первый раз, взяв шары в руки, можно через 10 минут уже влиться в состязательный процесс. А состязательный процесс настолько прост, на первый взгляд, игрокам, которые только начинают, что они сразу втягиваются в этот соревновательный процесс, они сразу понимают, как нужно зарабатывать очки. В Беларуси такой вид спорта, как питанк, появился в 2004-м. Сегодня по всей республике сотни людей увлечены игрой. Турнир, прошедший в Бресте, стал логическим продолжением развития спорта. Первые результаты представителей творческой профессии приятно порадовали. Победители кубка, команда газеты «Народные трибуны», порталов «Реальный Брест» и «Брест-Сити». Приезжали здесь вечером, тренировались, занимались, прочувствовал шары, прочувствовал грунт. Ну вот, соответственно, добился небольшого такого успеха. Планы организаторов открытого акционерного общества «Белалка» амбициозные. Создать брестский клуб по питанку, образовать сборную, которая будет представлять регион на республиканских и даже международных соревнованиях. Теперь в городе есть площадка для тренировок, а значит, дело за малым. Работа у нас, во всяком случае, у газетчиков больше все-таки сидячая, больше времени приходится проводить перед компьютером, а тут, ну, какая-никакая физическая нагрузка, поэтому думаю, что это хорошо. И так вот, что нас сорвали со стульев, это великолепно.